Здравствуйте! В студии Влад Маркович, в эфире новости Журнал ТВ. Вы можете смотреть наши выпуски и на сайтах Журнал МД и Журнал ТВ МД, а также на нашем канале в Ютьюбе. Вот главные события дня. Продолжаются поиски 19-летней беременной девушки, которая пропала 12 апреля в Аргееве. Водителя, которому она села в машину, поместили под арест на 30 суток, но он отказывается сотрудничать со следствием. Как сообщили в полиции, возникли новые обстоятельства, которые побудили расширить поиски до Теленежского района. Скрининг молдавского законодательства и приведение его положений в соответствии с европейскими нормами завершится в конце мая. К настоящему времени удалось провести оценку примерно половины из 35 глав. Об этом заявил эксперт Европейской комиссии Марк Йорна. Государственная гидрометеослужба объявила желтый код метеоопасности в связи с заморозками. Он будет действовать завтра, 20 апреля, в северных районах страны. Украинские военные подразделения впервые сбили российский дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М. Об этом сообщил командующий воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Лещук. Бомбардировщик был сбит на расстоянии около 300 километров от Украины в Ставропольском крае. В Минобороны России заявляют о технической неисправности, которая привела к падению самолета. Продолжаются поиски 19-летней беременной девушки, которая неделю назад пропала в Аргееве. Водителя, к которому она села в машину, поместили под предварительный арест на 30 суток, но он пока отказывается сотрудничать со следствием. Как сообщили в полиции, возникли новые обстоятельства, которые побудили расширить поиски до Теленежского района. Полицейские охотники и местные жители обходят все лесные полосы, все поля. Поиски ведут в озерах и водоемах, а также заброшенных домах. Правоохранители изъяли и изучили десятки записей с камер видеонаблюдения. В поисках участвуют сотни полицейских из территориальных патрульных инспекций, сотрудники Национального инспектората расследований, специализированных подразделений, эксперты технико-криминалистического центра и судебные экспертизы ГИБ. Как утверждает мэр села, где живет подозреваемый, водитель машины, в которую села девушка, ранее был полицейским и работал в пенитенциарной системе. Сейчас мужчина разведен, у него двое детей и он безработный. Сообщается, что водитель рассказал полиции, что девушка вышла из машины, как только поняла, что ошиблась, а он продолжил свой путь. Сегодня мужчина предстал перед судьями и был помещен под предварительный арест на 30 суток. 19-летняя девушка находится на шестом месяце беременности. Она пропала 12 апреля. Последний раз ее видели вечером 12 апреля садящейся в автомобиль. Приметы девушки. Рост метр шестьдесят пять, каштановые волосы, карие глаза. Ко времени исчезновения она была одета в черные брюки, белую майку и черную кофту. Правоохранители просят граждан, которые что-либо знают о ней, звонить по номеру 112. Украинские военные подразделения впервые сбили российский дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М. Об этом сообщил командующий воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Алищук. Пресс-служба ГУР сообщила, что Ту-22М был сбит на расстоянии около 300 километров от Украины в Красногвардейском районе Ставропольского края сегодня утром. Сразу после того, как Россия начала атаку на Днепропетровскую область Украины. По словам губернатора Ставропольской области, два пилота успели катапультироваться, один погиб, другой считается пропавшим без вести. В Минобороны России заявляют о технической неисправности, которая привела к падению самолета. Однако ВВС Украины утверждает, что они сбили самолет. Самолет Ту-22М – это стратегический бомбардировщик дальнего действия, который российские военные используют для атаки по украинским военным целям, а также по городам этой страны. Выставка под названием «Невыданные дипломы», рассказывающая истории 40 украинских студентов, погибших на войне, развязанной Россией, добралась и до Кишинева после того, как ее увидели во всем мире. По словам организаторов, эта выставка в память об украинских студентах, которые никогда не получат дипломы, поскольку их жизнь прервалась из-за вторжения в их страну России. Важно, чтобы мир понимал последствия войны, говорят посетители. Важно, чтобы мы осознавали последствия этой трагедии, этого геноцида. Это не только призванные в армию, но и простые люди, гражданские, молодежь, у кого вся жизнь была впереди, которые учились, которые хотели будущего у себя на родине и не успели. Я считаю, что это хорошая компания, которая затронет чувства каждого студента, ученика и людей любого социального пласта. После Кишинева выставка «Невыданные дипломы» пройдет в университете имени Олегу Руссо в Бельцах и Кагульском университете имени Богдана Петричейку Хашделу. Эта выставка важна, потому что она демонстрирует судьбы молодых людей из разных уголков Украины, из разных университетов Украины. Два года назад их объединило что-то общее. И это было связано с вторжением Российской Федерации в Украину. Я думаю, что речь идет о прошлом и о будущем. Речь идет о том, как важно помнить, не забывать о людях, которые умерли молодыми, защищая свою страну, или о невинных, которые были убиты российскими ракетами в своих домах или во время обычной жизни. Молодые люди, в расцвете сил, у которых было будущее и жизнь которых жестоко искалечила война. Это напоминание нам о ценностях, за которые мы боремся и за которые мы должны бороться как общество. В то же время это напоминание о жертве, которую украинцы приносят изо дня в день для безопасности Республики Молдова. С начала 2023 года выставку увидели более чем в 110 университетах во всем мире. В Кишиневе выставка организована по инициативе делегации Европейского Союза в Молдове, Министерства образования и исследований и Национального конгресса украинцев Республики Молдова. Много ям и гравия вместо асфальта. Так выглядит улица Пьяца у Нери Принчи Пателор в столичном секторе Баюканы. Люди, живущие в этом районе, говорят, что два года назад тут обустроили парковку, а подъездную дорогу так и оставили на произвол судьбы. Когда идет дождь, дорога становится одной большой лужей, в которой совсем не видно ям. В мэрии обещают отремонтировать эту улицу в ближайшие месяцы. По улице Пьяца у Нери Принчи Пателор проехать сложно. И такая ситуация сложилась не сегодня и не вчера, а уже почти два года, как здесь обустроили парковку. А подъездную дорогу оставили на произвол судьбы. Местные жители говорят, что дорога была разбитой раньше. Но после того, как обустроили парковку, стало намного хуже. Особенно трудно. Приходится мамам с колясками. Они сделали этот тротуар, а когда копали, тут все поломали, так и оставили. Мы просили их, может, положите кусок асфальта, где вы копали. Говорят, это уже не наша проблема, не входит в нашу компетенцию. Сколько мамочки ходят тут с колясками, столько раз бедные, то наезжают на камни, то дети спотыкаются и падают. Очень плохо для колясок. Да и машину трудно припарковать. Сделали парковку, но в любом случае, после того, как они сделали парковку, должны были заделать хоть немного и эти ямы. На самом деле плохо. Машины, что пониже ударяются, можно сломать машину. Трудно, трудно ездить по этой дороге. Но что поделать, так у нас. Водители, которым приходится здесь ездить, говорят, что главная головная боль – это ямы. Особенно трудно приходится в дождь. Платим налоги государству, что поделать. Вот так вот ломаем свои машины. Я пошел на риск, честно вам говорю. Подумал, какая это яма. А что, не видно, какая тут дорога? Они сделали только бордюр, а дорогу так и оставили. Уже около двух лет это. Мы сейчас попали в эту дорогу, дороги здесь нет, 100%, яма на яме. Очень. Убиваешь ходовую быстро. Между тем, глава столичного управления городской мобильности Виталий Михалаки уверяет, что эту подъездную дорогу отремонтируют в течение нынешнего года. В рамках проводимой переписи населения и жилищ зафиксировано несколько инцидентов. Некоторые граждане отказываются отвечать на вопросы, другие проявляют агрессию. Как рассказали в единой службе 112 с 8 апреля, когда началась перепись, было зарегистрировано 7 случаев отказа граждан отвечать на вопросы переписчиков или неадекватно агрессивного поведения. По данным Национального бюро статистики, отказ граждан предоставить данные или предоставление неполных и неверных данных наказывается штрафами до 2500 леев. Следует отметить, что штрафы будут применяться только в том случае, если после пяти визитов переписчика на дом никакие способы убедить человека принять участие в переписи не увенчались успехом. По данным бюро статистики, они приложат все усилия, чтобы убедить людей в том, что участие в переписи важно для каждого человека. Скриннинг молдавского законодательства и приведение его положений в соответствии с европейским завершится в конце мая. К настоящему времени удалось провести оценку примерно половины из 35 глав. Об этом заявил эксперт Европейской комиссии Марк Йорна. Со своей стороны, вице-премьер по европейской интеграции Кристина Герасимов, которая сейчас находится в Брюсселе, сообщила, что представители Еврокомиссии делают все возможное, чтобы ускорить этот процесс. Эксперт Европейской комиссии Марк Йорна сообщил нашему репортеру в Брюсселе Юлии Сариван, что в конце мая состоится межправительственная конференция, в рамках которой будут проанализированы все шаги, которые касаются приведения нашего законодательства в соответствии с европейским. У нас будет двусторонняя встреча, на которой мы тщательно проанализируем, где на самом деле вы находитесь и что еще нужно сделать. По этой теме мы составим отчет, который направим в Совет, потому что переговоры ведутся между государствами-членами Европейского Союза, а мы, как комиссия, являемся посредниками в этом процессе. Этот отчет станет отправной точкой в процессе присоединения ко всем главам. Следующим шагом в переговорном процессе числится пояснительный скрининг, и преимущество Молдовы заключается в том, что в этом плане мы можем перенять опыт Северной Македонии и Албании, уточнила посол Молдовы в ЕС Даниэла Морарь. Мы можем воспользоваться пакетом вопросов и объяснений, которые получили коллеги из Северной Македонии и Албании. И наши коллеги из линейных учреждений имеют возможность изучить всю эту информацию, задать конкретные вопросы по каждой главе и направить их экспертам Европейской комиссии. В этих обсуждениях, на которых присутствовали и вы, мы затрагиваем каждый пункт повестки и подробно уточняем АКИ-комьюните, который был одобрен на европейском уровне. Вице-премьер по европейской интеграции Кристина Герасимов заявила, что Республика Молдова находится на первом этапе переговоров о присоединении, а представители Европейской комиссии делают все возможное, чтобы ускорить этот процесс, чтобы наша страна была готова вступить в ЕС в 2030 году. Это будет означать, что этап переговоров должен быть завершен к концу 2027 года. Соответственно, зависит только от нас, как общества, как страны, как быстро мы сможем мобилизовать наши усилия, чтобы к этому сроку мы смогли внедрить законодательство Европейского Союза в национальное законодательство. Если будет политическая решимость, которую мы демонстрировали в последние годы, мы можем добиться успеха. Молдова получила статус страны-кандидата на вступление в ЕС в июне 2022 года. В середине декабря прошлого года Еврокомиссия дала зеленый свет Молдове и Украине для начала переговорного процесса о вступлении в Евросоюз. Государственная гидрометеорологическая служба объявила желтый код метеоопасности в связи с заморозками. Он будет действовать завтра, 20 апреля, в северных районах страны. По данным специалистов, ночью и утром на поверхности почвы и в воздухе возможны заморозки до минус 3 градусов по Цельсию. Днем температура в центральных районах составит плюс 13 градусов. В северных районах ожидается около плюс 11, в южных плюс 15 градусов по Цельсию. А в воскресенье будет около 10 градусов тепла и ожидается дождь. В прошлом году в Молдове отдохнули 391 тысяча человек, как местных жителей, так и иностранцев. Таким образом, был побит исторический рекорд 2019 года, когда было зарегистрировано 375 тысяч человек. Кризис, вызванный пандемией, удалось преодолеть в 2023 году, утверждает экономический эксперт Вячеслав Янице. У нас было 375 тысяч человек, которые отдыхали или останавливались в Республике Молдова. Затем по нам сильно ударила пандемия, и цифры упали до 74 тысяч. Однако в четвертом квартале прошлого года мы, наконец, вышли из этого кризиса. В 2005 году в Молдове разместились около 67 тысяч иностранцев. В 2010 их число снизилось до 63 тысяч. В 2015 году выросло до 94 тысяч. А в 2019 году перед пандемией достигло 174 тысяч. Во втором квартале 2020 пандемического года Молдова посетила меньше всего иностранных туристов – всего 700 человек, а в течение года – 114 тысяч человек. В 2023 году в Молдове отдохнули 195 тысяч иностранцев. До 1991 года в Молдове иностранцами считались граждане бывшего Советского Союза. Всего из-за пределов республики у нас ежегодно отдыхали около 300 тысяч туристов. Иными словами, сейчас мы достигли 2 третий от того количества отдыхающих, которое у нас когда-то было. И нам есть еще куда расти. Откуда приезжает большинство отдыхающих? На первом месте находится Румыния – 34%. Практически каждый десятый приезжает из Румынии. Затем Италия и Украина – по 14%. Доля туристов, приезжающих из Германии и США, составляет 5%. Что касается количества тех, кто размещается в пансионатах, по подсчетам Ионица, за 20 лет, с момента появления в Молдове пансионатов, число размещенных в них как местных жителей, так и иностранных, выросло почти до 50 тысяч человек, только за последние три года утроившись по сравнению с тем, что было до пандемии. В 2022 году туристические пансионаты Молдовы приняли 37 тысяч человек, а в 2023 году уже 46 тысяч. В период пандемии, хотя некоторые отрасли туризма понесли большие потери, пансионаты приняли на 60% больше посетителей, отмечает эксперт в своем анализе. Наш телеканал соблюдает традицию и завтра в 14-й раз проведет кампанию «Журнал ТВРД». В этом году мы приведем в порядок сквер «Журнал ТВ» в парке Валя Морилор и посадим более 300 декоративных растений. В программе мероприятия предусмотрены и сюрпризы для детей. Фантастическая традиция. Как и положено нам, трудолюбивому народу, каждую весну мы озеленяем место, где живем. На этот раз мы собираемся высадить более 327 декоративных растений. Это сквер, который мы обустраивали в другие годы, где мы установили шахматную доску. В этом году мы сделали еще красивее и прочнее. В субботу 20 апреля, начиная с 10 утра, мы ждем вас в сквере «Журнал ТВ». Вас ждет также музыка и хорошее настроение. Вместе мы сможем озеленить парк Валя Морилор еще больше. Плюс ко всему, детей будут ждать более 426 тысяч шоколадных яиц, которые будут разбросаны, и детей ждет большая охота за ними. Мы призываем и вас присоединиться к этой кампании. Наш телеканал проводит кампанию по уборке и озеленению Кишинева журнал «ТВерди» с 2010 года. В течение 14 лет мы вместе с вами, наши телезрители, собрали тонны мусора в самых важных парках столицы, посадили деревья и цветы, обустроили места для отдыха и сделали это традицией для нашего безопасного и зеленого будущего. На этом у меня все. Более подробную информацию вы можете найти на сайтах «Журнал МД» и «Журнал ТВ МД». И не забывайте, если вы стали свидетелем события, которое может быть новостью, пишите нам на «Контакт», «Собака», «Журнал ТВ МД» или на нашу страницу в «Фейсбук». Берегите себя и своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин